Времени на сведение дебита с кредитом остается все меньше. До 15 июля предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также рядовые жители края, что получили доход от продажи имущества и должны были его задекларировать, обязаны заплатить налог на доходы физических лиц, или, проще говоря, НДФЛ. Сумма налога, заявленная к уплате, составила 1,2 млрд рублей, 1,2 млрд рублей, что на 144% больше, чем в прошлом году. До конца апреля о полученных доходах заявили, то есть сдали декларации в налоговую 154 тысячи жителей края. Из них большая часть те, кто форму 3 НДФЛ подал для возврата части ранее оплаченного налога, то есть для оформления налогового вычета, имущественного, социального, инвестиционного. Всего таковых 135 тысяч человек. Им в общей сложности вернется больше 4 млрд рублей. А вот 14 тысяч жителей края, в основном те, кто получил доходы от продажи имущества, декларацию вовремя не сдали. Их уже 16 июля могут настигнуть проблемы. Мы составляем акт, мы направляем его налогоплательщику. Он может представить соответствующие пояснения, документы. К сожалению, очень часто люди игнорируют наши материалы. Тогда мы уже, соответственно, выносим решение и начинаем принудительную процедуру взыскания. С налоговой шутки плохи, предостерегают специалисты, особенно для людей с высокими доходами. По данным этой декларационной кампании, в крае проживает 15 человек с годовым доходом от 500 млн до миллиарда рублей и 12 миллиардеров. К ним уже сегодня применяют прогрессивный налог. Но со следующего года число жителей края, которые будут платить налог по повышенной ставке, увеличится. В зависимости от доходов будут применять пятиступенчатую шкалу НДФЛ – 13, 15, 18, 20 и 22%. От 2,4 млн до 5 – это, так скажем, новая, более широкая категория. По нашим оценкам, 2,5-3 тысячи физических лиц, жителей Алтайского края, коснется эта норма. Хотелось, чтобы было намного больше. Налог в 22% по предварительной оценке будут платить всего 14 жителей края. Но о них, говорит глава налоговой службы, не нужно переживать. Лучше стоит порадоваться за многодетные семьи с низким доходом. Им НДФЛ снизят до 6%. При этом 7% из ранее оплаченного налога можно будет вернуть. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.